здравствуйте я продолжаю практику зеркалом давайте начнем обычно со своего состояния просто почувствуем его как вы сейчас как вы телесно себя чувствуете как дышится сейчас какого настроения и общее состояние как бы вы его характеризовали с чем вы входите в практику сегодня по звуку гонга пересечем границу пространства нашей практики и пойдем дальше в настройки еще раз обратиться к позе почувствовать сколько она удобна может быть имеет смысл устроиться удобней устойчивее на следующем этапе давайте уделим внимание внешнему пространству просто побудем с ним взглядом осознавая чувство чувствуя себя в этом пространстве а Продолжение следует... Продолжение следует... Там, где мы его не видим. Под нами есть опора, которую мы можем чувствовать. Таким образом, мы можем приходить к переживанию. Здесь, сейчас, где мы находимся. В этот момент можем позволить глазам закрыться, чувствуя, что меняется. Вдох в нем несколько раз, отпуская выдох. Вместе с ним, может быть, какие-то лишние напряжения уйдут. На следующем этапе давайте посвятим время более тщательному выстраиванию позы. Продолжение следует... Продолжение следует... Хорошо. Мы можем собрать вместе свое внимание, свое присутствие. Переживание, чувство опора, тяжелый таз, вертикальная ось, макушка устрелена наверх, как будто подвешено. Бородок утапливается в горло. Плечи стекают вниз, и живот мы отпускаем. Это та основа этой формы, этой позы, структуры, на которую мы можем опираться, отпускать себя в нее. Как сейчас дышится, как сама форма, поза начинает влиять на вас, на ваше состояние. Можем это чувствовать, замечать. И затем давайте посвятим сегодняшнюю практику чему-то важному, значимому, имеющему смысл. Если слова «будта», «дхарма» и «санкхатх» называются у вас, можем посвятить этим понятиям также. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Хорошо, еще раз можем осознать, почувствовать всю позу. На следующем этапе давайте пройдем по отдельным участкам, от глаз до стоп. Чувствую их, наполняю вниманием, позволяя лишним напряжением уходить. Продолжение следует... 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 один-единственный дыхательный цикл. Затем, продолжая чувствовать тело, дыхание, можем вспомнить о слушании, что оно тоже здесь есть, уже прямо сейчас происходит без усилий. Можем как будто бы отпустить себя в это слушание, открыться ему, как будто бы ослабить что-то еще в этом слушании. И продолжая чувствовать тело, чувствовать поток дыхания, слушая, в какой-то момент можем открыть глаза, встретиться с отражением в зеркале, как еще с одним объектом восприятия переживаемого опыта. Дальше можем следовать стечению этого опыта, замечая приходящие мысли, чувства, состояния. Так же, как они уходят, так же, как они сменяются одно другим, просто быть с этим потоком осознавания, изменений. Возвращаясь в присутствие. Вопрос, что это, может быть, звучать так же, если он вам помогает как-то открываться, слушать. И звук гонга тоже будет время от времени звучать, чуть больше нас пробуждая. Давайте так посидим оставшееся время. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Казахстан Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан 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 Продолжение следует... 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 Может быть, вам захочется сказать какие-то слова этому отражению в себе Может быть, еще что-то Какое-то вы найдете Удобное, приемлемое, хорошее для вас завершение на сегодня Сегодняшней вот этой встречи с отражением с собой И когда вы решите завершить, то мы можем позволить глазам закрыться Замечая, что меняется при этом Также можем обратиться еще раз к вопросу, как я сейчас Как каждый из нас, как вы сейчас Какое еще переживание, какой шлейф остается после этой практики Шлейф внутри Что вам хотелось бы взять из нее сегодня Что отпустить, оставить здесь К чему еще возвращаться К чему подумать или К чему обратиться, чтобы почувствовать Хорошо, и давайте, как обычно, завершим нашими практиками Ежедневно завершающими вот эту большую медитацию Начнем с благодарности Просто поблагодарив друг друга Как самое естественное, что можем сделать сейчас Мне кажется, рассказать друг другу спасибо Спасибо за создание этого пространства За это событие Свободие Спасибо каждому из вас За эту возможность Затем можем расширить свое памятование Внимание Повспоминать каких-то близких вам людей Или не только людей, но и других существ Кто вам близки Кто разделяет с вами жизнь сейчас Сказать им спасибо внутреннее Можете послать какое-то пожелание Чего-то хорошего, доброго, дружественного То, что сейчас родится То, что захочется им пожелать Мы также можем повспоминать людей И других существ, кто были с нами раньше И кого сейчас уже нет в нашей жизни По тем или иным причинам Если они есть в памяти Они есть у нас, в нашей жизни И можем сказать им спасибо За участок пути, который мы прошли вместе За разделение этого пути Чуть больше расширить Это переживание жизни Мы Все, что было Все, что есть сейчас Это вместе Также можем специально Повспоминать учителей Кого вы считаете учителями С кем вы встречались Реально или Кто вдохновил вас своим образом Словами какими-то Показал направление движения Может быть Можем сказать им всем спасибо Просто тем, кто сейчас вспомнится И сможем поблагодарить Сам путь Сдхарму Который у нас есть Который мы воплощаем Собой И соответственно Также поблагодарить себя Человека, идущего в пути Воплощающего путь Благодарить это единство Пути и себя Можем еще раз вспомнить Слова Будда, Дхарма и Санг А если они для вас как-то звучат Сказать всему этому спасибо Как Чему-то единому Чем мы являемся В ком-то смысле И завершающее пожелание Даже если вас это отзывается Может следовать за мной Если нет, то Какое-то свое придумать Почувствовать, что сейчас лучше Засвобожусь я от Гори и страдания От страха Уныния Ненависти, жадности От вращения От чувства отдельности Отчужденности От себя, мира, жизни Засвободятся все Чувствующие живые существа От Гори и страдания От страха, уныния Жадности Ненависти, отвращения Чувства отделенности Чужденности Да будет так Если вы произносите Какое-то такое посвящение То если у вас какой-то Внутренний отклик на него Делает ли это с вами что-то Направляет ли куда-то Хорошо И Можем также еще Подумать немножко О сегодняшнем дне Как хотелось бы его проживать И чем встречаться с ним Каким Какой собой встречаться С этим днем Что воплощать В большей степени Что Стараться воплощать Что было бы Хорошим Что было бы Полезным Что бы имело смысл И ценность Сейчас давайте Завершим Поглядим себя Обычно По животу Сначала По щитовой стрелке По кругу По всему телу Разглаживаем Разглаживаем Потянемся Скрываясь Всем телом Оглядимся в пространстве Как он видит сейчас Так ли как в начале Чуть-чуть по-другому По-другому По какие качества Восприятия Проявляются сейчас Как вы в целом Себе чувствуете По звуку гонга Закроем это пространство Завершим практику И 10 минут Посвятим Творческому отклику Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 какое-то смещение восприятия, переживания в эту сторону, что главная идея, что мы... Знаете, просто если исторически откуда это взялось, почему такой акцент именно в этой школе сделан, здесь можем вернуться к истории самого Догена, основателя, так сказать, отца-основателя. Дело в том, что он в раннем возрасте, в 12 лет, поступил в монахи и в такую школу Тэндай, где это одна из таких махаянских идей, что природа Будды, так называемая, мы к этому еще перейдем тоже, чуть подробнее поговорим про это, что имеется в виду под этой природой Будды, что она уже присуща любому живому существу, что это есть в каждом из нас, и при этом у него возникло такое логическое противоречие, у него возникло, что если природа Будды, которой вроде бы мы стремимся, которой нужно пробудиться, то есть Будда или Буддовость это такая задача, цель такая, вот пробудиться в Буддизме. А, соответственно, очень много для этого практик, всевозможных методов, способов, как мы это делаем, вот психотехник, так сказать, целый путь, но у него вот возникло это противоречие, как же так, если это уже мне присуще, если я уже это, в каком смысле, то зачем мне все практиковать, зачем что-то делать. Ну и, в общем-то, он с этим вопросом как-то так и носился, и он там спрашивал у всех, и сам себе задавал его, и никак не мог ответить, все это было какое-то, на самом деле, опять же, в дзене есть такое выражение «большое сомнение», ну, то есть, какой-то большой вопрос, который у нас есть, у каждого может быть какой-то свой, он может быть там сформулирован, вот как у Догена, у кого-то просто какое-то такое внутреннее вот сомнение, смятение, вопрошание, само чувство, ну, вот у него было такое, то есть, это какой-то зов, вот куда-то нужно двигаться, и ему это не давало покоя, и фактически, вот он там совершил путешествие потом в Китай, нашел там, встретился там с учителем, который стал его таким основным корневым, так сказать, учителем, и вот потом он как-то для себя внутренне это понял, пережил, что вот сегодня эта природа Будды, она присуща каждому из нас, она, ну, как потенциальность какая-то живет в нас, то есть, чтобы мы ее могли проявить, нам как раз нужно сделать некоторые усилия, или скорее, вот, как я это, во всяком случае, понимаю, создать условия для этого, ну, вот, это здесь хороши всякие метафоры, наверное, с выращиванием растений, да с выращиванием чего угодно, хоть детей, ну, чтобы что-то выросло, нам нужно создать хорошие условия для этого роста, как бы, если я сажаю растение какое-то, в нем уже, в этом семечке, уже заложен потенциально, что растение вырастет, мне не нужно что-то, ну, как бы, с этим делать, оно уже там есть, эта потенция, вот эта природа самого растения, природа роста конкретного растения, но уже есть, как ребенок родился, в нем уже заложен вот эта вот вся его жизнь, будущее, которое вот он вырастет, взрослого человека, что это произошло хорошо, чтобы не умер ребенок, чтобы росток не погиб это растение, мне нужно условия создать, вот тогда мы, значит, растения поливаем, ограждаем их от каких-то, значит, вредителей, ну, то есть все проводим все мероприятия, чтобы это растение выросло, но при этом растет оно со своей скоростью, не можем его ускорить, оттащить его как-то, ну, давай расти, вот, и с ребенком то же самое, но нужно создать какие-то хорошие условия для его роста, для того, чтобы ребенок вырос хорошего человека, ну, там, здорового, хорошего, и, ну, и мы как-то создаем эти условия, а сам рост в нем уже заложен, как, как качество, здесь такой же подход к буддовости, к этой нашей пробуждению, что это у нас есть, нужно лишь ждать этому проявиться, проявиться, и тут как бы двоякий такой подход, с одной стороны, что, у нас есть этот путь, и мы понимаем, что некоторые навыки, качества, вот этой пробужденности, они могут растительно во времени, как бы раскрываться, я думаю, что те, кто из вас, ну, то есть большинство из тех, кто сейчас здесь есть, каждый из нас прошел какой-то свой путь, уже, ну, даже в этой нашей санке, вот здесь, в наших встречах, кто-то два года, кто-то больше, кто был еще раньше, до войны, вот и в городе, кто-то позже присоединился, но все равно, это какое-то уже время, и каждый из нас может проследить динамику вот состояния, которые у нас в практике медитации проявляются, качества, даже не просто состояния, а скорее качества переживаемого опыта, может быть, ну, да, ну, давайте назовем это состояние, но эти состояния, они потихонечку как бы накапливаются, они становятся, входят в структуру нашего, нашей жизни в целом, ну, в той или иной степени, понятно, что мы не можем поддерживать все время какое-то вот такое пробужденное там состояние, опять же, это не однородное что-то, так сказать, меняющееся, то это больше, то это меньше, время от времени нас там сильнее захватывают какие-то эти омрачающие переживания, но там, скажем, наша способность отпускать их тоже увеличивается, ну, то есть мы проходим какой-то путь вот этого роста, с одной стороны, но с другой стороны в каждой практике, вот здесь как раз подход до гена важен в этом, что мы каждый раз вот, просто возвращаясь в присутствие, ну, в максимальной степени это может проявляться вот в нашей формальной медитации, формальной дзадзан, но в жизни тоже каждый раз памятуя о ценностях, о важном, мы уже чуть-чуть пробуждаемся, может чуть-чуть пробуждаемся, поэтому эта природа Будды, она воплощается всякий раз, как только я вспоминаю про эту природу Будды, как про определенный набор качеств, ну, и вот вчера я об этом говорил уже, что за качество мы можем иметь в виду здесь, какие там условно выделенные качества, ну, вот еще одна собственно метафора такая, которая как раз обращается к самому слову пробуждения, ну, вот мы пробуждаемся как ото сна, и вот что в этот момент происходит, меняется наша идентичность, вот что происходит, то есть когда я сплю, я переживаю себя вот этим героем сновидения, который проживает какую-то там историю, ну, и как бы это может быть любая история, в смысле, она может быть совершенно фантастическая какая-то, вот по сравнению с этой реальностью, а может быть совершенно обычная, может я там во сне пошел в магазин купить кефиру, и как бы чего, я и так хожу, и во сне могу пойти, да, как бы, но там просто я тоже слен вот с каким-то героем с этим сновидением, а потом я проснулся, смотрю, о, а жизнь-то больше, чем это сновидение, то есть получается, что, ну, я могу здесь задаться вопросом, сновидение было реальностью или нереальностью для меня, ну, это была реальность моего опыта, я действительно спал, и действительно во сне переживал это какое-то приключение этого человека, этого героя, которым я себя чувствовал, вот, я с ним был отрислен, но как только я проснулся, я понимаю, что я больше, чем герой, то есть и жизнь больше, то есть жизнь, вот этот кусок, это был только маленький кусочек жизни, который я называю сновидением, он был там, а проснулся я к большей реальности, которая имеет какой-то больший смысл для меня, большую протяженность, вот я же проснулся в том же месте, где я вчера заснул, да, и вот у меня есть это, ага, я вчера здесь заснул, и вот я снова проснулся в этот же мир, то есть мир больше, чем то сновидение, которое было там, и моя отрисленность, моя тождественность, я понимаю, что это снилось мне, человеку, как бы большему, по такому вот объему, как бы, чем тот герой, и это действительно метафора, не зря гудизм ее взял как основную для этого понимания как вот это слово пробуждением, то есть это какое-то пробуждение к большей реальности, это всегда пробуждение к большей идентичности, и вот здесь, как вчера об этом говорили, вспоминая эту мантру гате, гате, пара, гате, иди, иди за пределы, за пределы беспредельного, иди дальше, 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 вот это как пробуждение в этом контексте, в этом смысле, но бесконечно. Мы можем пробуждаться к большей и большей реальности бесконечно. И опять же, это нелинейный процесс. Плаваем в нем, что ли. Могут быть какие-то откаты, потом дальше. Это что у нас есть всякие идеи, такая особая мифология пробуждения, я бы так это назвал. Истории про неких пробужденных людей, которые трансформировались настолько, что они уже никак потом вообще не меняются. Как будто... Я несколько скептически сам, вы знаете, скептически отношусь к таким историям. Там же даже мои встречи с теми, кто называют себя там пробужденными. Ну окей, у них есть какой-то свой процесс движения дальше и дальше. Как я это вижу, и там с кем-то я разговариваю. Но опять, бог с ними, с этими пробужденными, которые окончательно пробуждены. А если я обращаюсь к своей жизни, мне что, вот я сейчас... Как я сейчас? Могу ли я... Что, моя вся жизнь моя какая-то уродская такая, вот и вся насмарку, пока я не пробудился окончательно? Вот я буду сейчас, значит, влочить существование вот этого спящего существа и корить себя за то, что я спилю и могу проснуться, ну что ж такое? Или я буду пробуждаться здесь, где я есть, настолько, насколько я могу? Ну вот я лично выбираю этот второй путь и, собственно, по заветам Дагина. Ну вот. И тогда мы говорим вот про это, когда вот мы принимаем прибежище в Будде, Дхарми Санки, ну вот с этого Будда, если начать, то, ну вот как я уже говорил, есть формальный ритуал принятия этих прибежищ один раз, когда вот мы вступаем в этот путь, в Японии он называется джукай, в японском дзен, но это есть в любой буддистской традиции, но, опять же, если следовать заветам Дагина и вот этому пути, то фактически каждый раз, ну там, например, перед каждой медитацией я могу принять это прибежище, вот прямо сейчас. И, а еще дальше, вот теперь, каждый раз памятуя о ценности, пробужденности для меня, я могу как будто вот так внутренне, опять, это можно формализовать, можно говорить это, произносить какие-то вот слова для этого, можно просто помнить об этом, ну как-то вот памятовать. Раз, ага, насколько я сейчас пробужден, насколько я сейчас открыт, сколько я осознаю, что происходит, текущее переживание, насколько я сейчас присутствую, насколько я сейчас в контакте с изменчивостью, с этим переживанием какого-то своего единства, ну, то есть неизолированности, неотчужденности от мира, ну, и так далее, насколько рефлексивность проявляется, сколько я ясен, вот, и могу ли я как-то чуть больше, чуть больше вот эти качества проявить сейчас. Для меня это вот как-то так работает. Ну, соответственно, и я предлагаю вам тоже посмотреть на это с этой точки зрения. Ну, потом мы говорим про Дхарму, соответственно, Дхарму, ну, я уже говорил, что если к этимологии к этой отнестись, то это что-то, что поддерживает жизнь, практически, жизнь, ну, определенным образом, то есть вот путь, он действительно структурирован из определенных ценностей, которые мы стараемся воплощать. поэтому можно сказать, что пробужденность, буддовость одна из ценностей, но в то же время в эту пробужденность может быть много чего включено одновременно тоже. Поэтому это не эти категории, еще раз я напомню, такое одно из основных буддийских идей, что категория это условность, условность для удобства рассмотрения чего-то, но в целом, как вот мы вчера об этом тоже говорили, что в Будде вся адхарма пробужденности, а в дхарме Будда пробужденность как ценность, важность этого самого переживания. Вот, но мы дальше еще пойдем, вот когда мы пойдем в более подробный разбор этих этических предписаний, которые также предложены в буддистской, в частности, дзенской практике, мы можем увидеть, что это тоже как будто такие элементарные частицы того, что мы называем дхарма, этого пути, которые работают вместе, то есть цельность возникает из их взаимодействия, как раз, из их сонастроенности друг с другом, как там, не знаю, если с чем-то сравнивать, но вот солнечная система, да, это система, там вот эти вот планеты, они как-то так вот друг с другом сонастроены, они поэтому ходят под ним и тем же орбитом, то есть солнечная система живет во времени долго, поддерживаемая вот этими силами гравитации относительно друг друга, потому там планеты не падают на солнце, потому что они еще не только притягиваются к солнцу, но они еще друг к другу притягиваются, то есть вот эта общая структура, она балансирует сама себя, в этом смысле дхарма, когда мы хорошо осознаем эти ценности мы ими как будто именно живем, мы стараемся их сильно воплощать своей жизнью, то она начинает вот сонастраиваться, то есть ценности тоже начинают сонастраиваться, потому что ну так-то мы можем что-то ценить, но если мы как-то не относимся к этому сознательно, опять же пробужденно, более пробужденно, не наполняем это вниманием, присутствием, ну в том числе может быть каким-то анализом и смотрим в это как-то пристальней, то между ценностями часто бывают какие-то конфликты внутренние, напряжение, что одно ценность противоречит другой, и соответственно тогда важно их как-то сбалансировать, и здесь помогает собственно качество внимательности к этим аспектам, собственно, как, из чего состоит это Мая Дхарма. Ну и пойдем вот и дальше уже разбирая эти предписания и сознавая тоже зачем они могут быть нам, как их может быть в лучшей степени воплощать. Вот, ну и Сангха, это понятно, вот мы тоже много об этом говорим здесь, многие из вас к этому обращаются, к этой ценности Сангхи. Но тут важно сказать, что мы тоже можем выделить как бы несколько категорий этой Сангхи, этого сообщества, как будто какая-то такая матрешка, где одно вложено в другое. То есть, ну, самое простое, самое, самое такое вот естественное для нас Сангха, это первый круг, так сказать, вот мы, да, вот мы здесь собираемся, мы действительно поддерживаем друг друга вот просто своим приходом сюда. Ну, и вот тут я хочу еще раз еще раз продемонстрировать этот парадокс кучи, который я не раз демонстрировал, мне он нравится, сделал свои показательности и такой забавности. Ну, вот идея такая, что мы не можем решить, когда куча образуется, вот когда у меня один камешек, я его кладу, это еще не куча, два камешка, ну, вроде бы, тоже нет еще, да, три, уже сложнее сказать, вроде бы еще нет, не кучка, там, да, четыре, вот что, может быть, когда четыре камня появилось, это уже куча, пять, это все очень относительно, как посмотреть, ну, и так далее, мы вот докладываем, докладываем эти камни, ну, и вот уже через какое-то время небольшая кучка появилась, и вот вчера об этом говорили, самка это это кто, самка это что, самка это каждый из нас, получается, что без этих, без камушков кучи не будет, без каждого из нас самки не будет, то есть, и вот это здесь мы видим, это взаимозависимое возникновение, самка возникает в зависимости от нас, не будет ее без нас, без нашего, вот именно, воплощенного участия, опять же, мы говорим здесь о воплощении, что каждый раз, приходя сюда, в эту практику совместно, мы воплощаем практику собой, воплощаем самку собой, эту ценность, ну, и, а для чего мы приходим сюда, ну, наверное, не просто так, наверное, я думаю, что вы не пришли сюда, если вы не чувствовали какой-то ценности в этом поддержке по жизни, опять же, путь нас поддерживает, отдавая себе пути, мы, он предлагает нам свою силу, этот путь, отдавая себя вот этой санке, ну, как, мы чувствуем ее поддержку, и, да, но это как бы такой первый уровень санки, вот здесь мы подходим к такой теме, важной культуре человечества, на которую обращают внимание там очень разные философские системы, религиозные системы, духовные системы, социальные системы, очень, то есть мы социальные существа, мы живем в стае, это какая-то наша такая обусловленность очень базовая, в нервной системе, во всем у нас как-то нам мы прошиты этой социальностью, да, мы выжили, мы как люди, как вид, выжили во многом благодаря этому, и продолжаем так жить, но при этом вот получается, что если есть одна стая, стая, то получается, если что-то, другая стая, эти стаи конкурируют между собой, и вот у нас возникает эта тема полезненная, которая, ну вот, называется там по-английски in-group, out-group, то есть те, кто внутри группы, и те, кто вне группы, то есть если появляются какие-то мы, вот наши сангха, значит, есть какие-то они, которые за пределами сангхи. Тут мы опять возвращаемся к этой теме замкнутости, да, вот это, давайте опять покажу этот рисунчик, то есть когда я там говорю, что первичное у нас разделение личное происходит вот в этом, да, когда появляется и появляюсь я как переживающий себя внутри, появляется внешнее по отношению ко мне. И вот, соответственно, есть я и ты, центр периферии, я ты и там я оно. Ну и вот это же, ведь это же самое, это же самое, можем сказать о группе. Вот есть наша сангха, мы такие вот объединились, мы тут внутри этого окружности, мы себя окружили такой, значит, с нашими ценностями, смыслами, нашей какой-то уже взаимодействием, дружбой, появляющейся там как-то, ну какими-то нашими отношениями, а все остальные, они там за пределами, вот они это другие какие-то, вот тут какая-нибудь другая сангха существует, да, вот мы, мы это центр нашего мира, а все остальные, они периферии, вот я и ты возникает, то есть я, которое мы теперь, да, а теперь ты это вы, ну и точно так же легкий переход совершить мы и они как фактически набор этих оно, ну и тут вот проблема всех воин, всех геноцидов, всех вообще расчеловечиваний возникает тут, сюда, то есть мы вот тут свои, они чужие, чужие опасны, а и чужие вот они, ну к ним очень легко применить вот это оно, когда и опять любая пропаганда предшествующая воинам, геноцидам, она очень так вот обрабатывает тщательно своих людей вот этих, которые потом учиняют геноцид или войну, то что вот эти они они точно не равны нам, точно, вообще они зло и вообще мы с ними можем делать все, что хотим, ну взять их в рабство, поработить так или иначе, если они не согласятся убить их, захватить их территорию, захватить их ресурс и так далее. Тут есть понятно какая-то наша такая биологическая обусловленность, опять же, все это про выживание, да, и мы увидим, что все живые существа территориальны практически, ну там начиная от растений, заканчивая всеми там высшими существами. То есть территориальность это наша обусловленность, но и, ну вот это ведет более большой достаточно, ну вот особенно как раз как раз в нашем случае человеческом, когда у нас какие вот средства уничтожения, как бы, вот у нас нет, в этом получается, нет тормозов. то есть мы увеличим и увеличиваем мощность наших средств уничтожения друг друга, и каких-то автоматических тормозов нет, и поэтому вот собственно этика, она появляется как наш специфический человеческий способ регулирования. И тогда нам нужно как-то очень какую-то специальную работу с собой проводить, чтобы устанавливать эти тормоза. И, ну и вот соответственно разные духовные учения, вот вчера об этом говорил, что они появляются в это сетевое, как не сетевое, осевое время, осевое время, разные религии, они вдруг начали появляться в течение там 500 или даже тысячи лет максимум. То есть это достаточно короткий исторический промежуток времени, если так в каких-то этих миллионах измерять времени. И вдруг они появились, и у них у всех было вот это этическое послание, как такое расширяющее зону своих, область своих. Мы все там по-своему это с большей или меньшей степенью радикальности к этому подходили. То есть там христианство по ближнему своего, кто-то ближний, ну, вроде бы как, учитывая, что христианство это мировая религия, собственно, мировые религии, они как раз тем отличаются, что они стараются не быть этнически ориентированными. То есть поэтому мы их называем мировыми, они приходят к разным народам, миссионеры всякие, говорят, вот вы тоже наши, вы тоже наши, то есть вы тоже в нашей группе. Но правда там получается, что все равно какие-нибудь неверные появляются, если вы не хотите стать нашими, мы вас убьем. Джихад устроим. Ну, это одна проблема. Вторая, что при хотя вот этой тенденции к тому, чтобы включать в себя больше эту группу своих, тем менее все равно эти школы дробятся неизбежно, появляются школы. Сколько у нас христианств, сколько у нас исламов, а буддизм вообще не считать. Хотя как бы есть эти общие идеи объединяющие всех, но между собой они как известно мягко говоря мало дружат, сколько было войн и страшной резни между этими различными группировками как бы внутри одной традиции. Вспомнить хотя бы резню католиков и протестантов 30 лет здесь шла эта война, вот здесь где я живу. И соответственно это не опять же мы все входим в эти противоречия, это очень сложно нам объединяться больше и но как идея, как стремление к этому она существует, она заложена вот в этих учениях, так лучше, давайте попробуем, так лучше было бы, так лучше было бы, плохо у нас получается, давайте пробовать, давайте еще пробовать. Вот, ну и буддизм в этом смысле он предлагает какой-то самый радикальный подход, то есть не просто людей включить в это всех, а всех чувствующих существ, существ так называемых, и это очень связано вот с этим пониманием, опять же, кто мы такие, с этим глубинным исследованием себя, глубинным исследованием, и поэтому, когда мы клятвы бодхисаттва, мы еще поговорим об этом дальше, тоже, кто такой бодхисаттва, и почему эта фигура в буддизме появляется, и это связано тоже с определенными ценностями, но вот основная идея, что это иллюзия, что мы вот эти замкнутые в себе существа, что мы отчуждены от жизни, ну, мы уже сто раз здесь это все разбирали, что мы появляемся в отношениях, знаете, вот на днях слушал один подкаст, там разговаривали философ, слава Жижик, наш земляк, нынешний, и один физик, и физик сказал такое, что его понимание, с точки зрения именно физики реальности, что такое слово, что это не релятивизм, а как по-английски relationism, то есть не просто там все относительно в этом мире, а все в отношениях в этом мире, все, что существует, оно появляется благодаря отношениям, и это, ну, вот, это, собственно, базовая буддийская идея, ничто здесь не отдельно, вообще ничего, все взаимозависимо, все созависимо, все появляется благодаря другому, и, собственно, в этой клятве бодхисата, тогда мы говорим, что я не могу посвятить свою жизнь какому-то своему пробуждению, потому что такого существа не существует, ну, вот это вот как во сне, да, я проснулся ото сна и понимаю, что я не тот, кем я себя сознавал в этом сне, того, ну, как бы, как сказать, как отдельного существа, реального существа, его не существует, я больше, это сон часть этого большого просто, она возникла в этом большом я, вот, вот я, который проснулся и сейчас вот тут сидит, вещает что-то, а ведь снилось мне какая-то сегодня, несколько снов снялся, просыпался несколько раз за ночь, снилось, не помню ничего, но, что такое, снилось, и вот куда это все, вот, оно реально или нереально, ну, реально, что-то мне снилось, но идентичность-то моя больше гораздо, она другая совсем, и вот это, как бы, понимание, что невозможно тут пробудиться одному, потому что это вопрос, единственное, одного не существует, тогда нам нужно всем пробудиться, как-то, это клятва бадхитата, она об этом, что, и я буду помогать пробуждаться всем от этого сна, переживания, что они отдельно, что они существуют, как отдельно, замкнутые за себе существа, и это парадокс, потому что никогда такого не произойдет, в смысле, как окончательные точки, но мы будем работать над этим, в смысле, мы будем это воплощать собой, своей жизнью, вот, и в этом смысле, опять же, возвращаясь к слову сангх, а можем сказать, что это вот такие круги близости, ближайшее вот наше сообщество, мы здесь поддерживаем друг друга, это очень понятно, и это хорошо, это правильно, и это неизбежно, что у нас есть определенная в этом закрытость, замкнутаясь друг на друге, окей, но она замкнутая, то есть не герметичная, мы можем сказать, что дальше, вот, там, окей, может быть, давайте включим всех буддистов, потом дальше, окей, наша большая сангха, все буддисты, которые разделяют эти ценности, мы, значит, все, а потом, ну, как бы, что остальные, люди вообще, давайте всех людей включим, окей, это тоже все мы, потом всех живых существ, опять, противоречия остаются, проблема в том, что живые существа, территориальные, живые существа убивают друг друга, едят друг друга, она остается, если мы включим сюда в живые этого полуживого вируса, ну, непонятно, живой или не живой, ну, в общем, какой-то, вот он вирус, а он тоже, вот, наш, это тоже мы, ну, или бактерии, которые тоже пытаются меня убить, они вроде как живые, точно, вот, это парадокс, как мне это решить, не мы, но мне придется их уничтожать, и каких-то еще живых существ, ну, вот я там приводил пример, как я мою кошку, убивая блох при этом на ней, потому что, ну, вот, приходилось, но вопрос как, или там, я считаю, что украинцам нужно защищаться с оружием в руках, защищаться, это значит убивать врагов, я считаю, что это неизбежно и правильно в этой ситуации, вопрос лишь, вот, кто я в этот момент, кем я становлюсь, ты уже говорил, как-то, на одном, мне запомнилось, это просто ситуация, когда я там, на одном из первых долгих ретритов, сидел, и меня кусал комар, но он сел, и я, естественно, как бы его хлопнул, но в этот момент, так как я был в таком более внимательном состоянии, уже там долго просидел, я просто почувствовал, что в этот момент насколько я его ненавидел, вот, я был этой ненавистью к этому комару, то есть я стал этим, просто вот, вот в это мгновение я стал этим ненавидящим это вот, оно меня кусает, оно не делает ничего для меня хорошего, а может оно вообще какую-то заразу переносит, малярию, убить меня может, в принципе, если бы в Африке меня кусал бы такой комар, вот, то есть, это, ну, как убийство для защиты, да, вот этой, своего организма, или наших, моего племени, моего, моего сообщества, моей семьи, необходимо, ну, как часть этой жизни, для того, чтобы меня накормить, мне нужно какую-то жизнь уничтожить, все равно, будь то растение, все сто год, животное, вопрос, кем я становлюсь, когда я это делаю, как я это делаю, ну, и вот здесь я уже неоднократно к этому обращался, что мы, люди, пытаемся это, разрешить это противоречие, по-своему, по-человечески, вот, например, через определенные ритуалы, и, например, убийство животных, ну, кто там живет в лесу, охотится, племена какие-то, или кто выращивает животных, потом, потом, для еды, потом они убивают, вот, им нужно, ну, неоднократно об этом говорил, им нужно совершить этот внутренний переход, вот, вот животное, ты был с ним в отношениях, как ты и я, я и ты, и тебе нужно провести какую-то внутреннюю операцию со своим сознанием, что-то такое, выключить вот это я и ты, чтобы включилось я-оно, чтобы оно, вот это животное сделалось мясом, оно, мне его нужно превратить в это оно, и тогда как? Ну, либо автоматически, это просто, у меня, моя вот это выключается, этот сам с собой как-то, раз, тумблер, щелкнулся, и все, я уже убил животное, это, ну, и тут у меня может быть разное, вот, если там я в гневе могу, да, вот это, в ненависть убить комара, или вот, я не знаю, как, ну, я вот лично просто не убивал никого, то есть, для мяса, уже такого не сложилось у меня, но мои родственники, вот, убивали, там, кроль, кур, и вот эту операцию надо провести, и дальше вот как, ну, можно, вот я говорю, что просто автоматически, ну, как бы, не думая про это как-то, не, не, не осознаваясь, стараясь вот что-то выключить с себя как-то, из-за того как будто, можно наоборот включить, и проделать какую-то внутреннюю работу, и здесь помогает ритуал, вот, ну, я знаю, что в некоторых племенах, там, в деревнях люди, ну, как-то им нужно, вот, например, они просят прощения у этого живого существа, что я сейчас тебя убью, но вот, знай, что там, когда-нибудь я стану едой для, там, твоих родственников, там, просто вот, отправляясь в землю, мое тело, там, то есть, как бы включить себя, как через какое-то символическое действие, чтобы не становиться, вот, там, ненавистью, или не становиться, вот этой холодным, отстраненным убийцей, так сказать, внутри себя, то есть, так, убить, ну, вот этот вопрос такой, можно ли убить с добротой, да, вот, вопрос, который нам нужно решать, но, если, ну, вот это убийство, это какая-то крайняя степень, да, в которой мы увлечены, ну, соучастие даже, вот если мы едим что-то, мы покупаем это в супермаркете, мы не убивали этого лично, руками, но мы потом это едим, это же для нас убили, это же как бы мы соучастники этого, и тут важен какой-то ритуал возможный, вот, ну, скажем, я, например, делаю перед каждой едой, там, ритуал, ну, такой, благодарности, вот, благодарность за то, что у меня это есть, за то, что очень много живых существ, как-то, соединились в том, чтобы это у меня было, вот, вот, эта цепочка, вот, вот у меня блюдо какое-то лежит, на блюде какая-то еда, как это сюда попало, оно прошло какой-то невероятный, большой путь, до этой тарелки, и в нем, сучаствовало огромное количество, живых существ, в том, чтобы это просто здесь было, и само это, оно живое, будь то растение, или какое-то там мясо, птиц, рыба, вот, и какое-то такое отношение к этому, вот, более внимательное, наполненное присутствием, но оно помогает, мне кажется, оставаться вот в этом, с этим, с этим противоречием, но как-то его так обнимать, и не уходить в эти, либо вот это автоматизм, этот такой, наплевательский, да, потому что, опять же, если, ну, проблема, на которой буддизм указывает, что, если мы замкнуты, в этом себе, который испытывает, либо, значит, эту жадность, это дайте, 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 хватать, хватать, жрать, либо страх, и исходящий из него ненависть, отвращение, отстаньте от меня, отстаньте, отталкивание, либо игнорирование, а мне наплевать, а я не замечаю ничего, а я ничего не вижу, и вот три этих качества, которыми, ну, с которыми буддистская практика работает, считают их, считают их вредными, вредными просто потому, что они как раз нас замыкают, вот этой своей самоотчужденности. И получается, что вот эти, пусть это маленький ритуал, там, не знаю, благодарности, еде, ну, то есть, что всем чувствующим живым существам, которые поучаствовали в том, что эта еда была, какое-то включение в себя, вот эту большую, какую-то связанность мира, оно работает, вот, в принципе, для какого-то такого живления, вот, и в этом смысле, еще раз возвращаясь к слову санка, санка, санка это вот все, 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 что существует, в том числе, все, что я ем, я ем свою санку, да, мы едим с себя, в каком-то смысле, и, вот, и, соответственно, когда мы принимаем это прибежище, то вот здесь, ну, вот, в буддизме есть два, два эпитета, относящихся к этим словам, Будда, Дхарма и Санка, первое тут прибежище, ну, и оно понятное, мы как бы себя отдаем этому, мы говорим, что это ценность, пробужденность ценность, Дхарма ценность, Санка ценность, какое тут именно их сочетание, их общность, ценность, ценность, и я отдаю себя этого, вот вчера им об этом говорили, что, ну, я сейчас в наших завершениях медитации говорю, что мы это путь, путь это мы, вот это как раз идея воплощения, то есть я же все равно живу, я все равно каждым своим действием воплощаю что-то, вот сейчас я говорю, я воплощаю определенные ценности, которые для меня важны, я считаю, что они могут быть важными вам, раз вы здесь слушаете, окей, вот сейчас это происходит, я могу там закончить, скажем, да, попади, я на все пропадом, иду, спать лягу, не выспался, не устал вообще, я буду воплощать что-то другое с собой, вот, то есть какой-то вот выбор, он все время, что бы мы ни делали, мы что-нибудь да воплощаем в этот момент, какого-то себя, какого-то себя, и вот это вопрос такой, ну, как бы сознательного воплощения, или бессознательного, в большей степени, соответственно, если мы осознаем, вот этот Буддх, Карма, Санха, и понимаем, что под этим имеется в виду, вот сколько мы сейчас вот об этом говорили, три дня уже, то тогда мы более сознательно можем отдавать себя этому, получая энергию этого, опять же, вот как бы как становясь этим, отдавая себя этой силе, ну, говоря таким мифологическим языком, вот мой друг Гершон сейчас любит такое, что мы отдаем себя этим богам, вот как бы, как в греческой мифологии, вот скажем, есть эти боги, каждый из которых, это вот какая-то сила, там, Афродита, это любовь, да, вот, любовь, эротическая такая у нас, и, соответственно, каждый раз влюбляясь, каждый раз проявляя эту любовь, вот мы как будто отдаем себя этой Афродите, или она нас забирает в себя, вот, fall in love, упал в любовь, вот буквально, буквально перевод этого, fall in love, упал в любовь, упасть в любовь, то есть влюбиться, вот она, влюбился, я туда упал, я как бы, как будто этого не выбирал, Афродита пришла, меня забрала в себя, но какие-то ценности мы можем как-то сознательно, вот, там такие отношения, они более сложные, то есть, с одной стороны, меня это зовет, я чувствую эту важность, привлекательность для меня, это, вот, что-то такое-то хорошее, я переживаю это как хорошее, ну, свобода, например, да, вот, для меня, хорошее, дружественность для меня, это хорошее качество, вот, эта буддовость, пробужденность, осознанность, внимательность, присутствие, я переживаю это просто как хорошее, но, тем не менее, мне нужно еще какое-то совершить маленькое, может быть, но усилие, чтобы создать какую-то форму, какие-то условия, чтобы это проявилось больше, вот, поэтому, угу, ну, 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 собственно, так мы это воплощаем, каждый раз, принимая прибежище, будет хармий санки, отдавая себя этим ценностям, мы позволяем им через нас проходить, и это, я говорю, что просто формально, даже приходя сюда на наши встречи, каждый раз, мы это делаем, мы отдаем себя буддюйт хармий санки в этот момент, но есть еще второе, эпитет, это драгоценности, вот мы говорим, буддюйт хармий санка, это три прибежища, или три драгоценности, ну, и вот, слово драгоценность у нас может там с разным ассоциироваться, ассоциироваться, что там драгоценность, это бриллиант, а бриллиант где, либо я могу его там повесить себе там на кольцо, и вот так показывать, вот какой, смотрите, какой у меня, значит, есть бриллиант тут, либо я его в шкатулочку выложу и закрою там, чтобы он там лежал, и никому я наоборот не буду показывать, я буду, значит, приоткрывать, там говорит, моя прелесть, вот, но здесь все-таки этот, я бы, слово, может быть, драго тоже убрал бы, чтобы оно у нас не путалось вот с таким качеством, а осталось бы ценность, вот, для меня это скорее ассоциируется вот с чем-то живым, вот, как ценность цветка, например, я смотрю на цветок, вот, он для меня ценен, я его ценю, тоже красивый, я его поливаю, там, ухаживаю, и так далее, ну вот, собственно, поэтому, опять же, если Будда, Дхарма и Санг, вы переживаете как ценности, драгоценности, то это то, что, чему надо давать жизнь просто, через себя, принимая прибежище в них, вот, такие отношения, и тут же у меня рождается более наше вот такое уже современное слово, употребимое нами, мы все время это употребляем, мы говорим практика, 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 вот это слово практика, ну, это, в принципе, для меня то же самое, что и вот воплощение, или принятие прибежища, каждый раз, то есть, отдавая себя этому, я практикую это, я делаю это, воплощаю это сейчас, и создавая навык этого для себя, создавая определенную привычку, создавая определенный стиль жизни, в этом смысле, вот, я сильно противопоставляю, вчера тоже об этом говорили, человека пути, и человека, так сказать, беспутного, ну, человек беспутный, это человек живет, как попало, то есть, ну, значит, что у него есть какие-то, может быть, ценности тоже какой-то, но они такие-то очень неосознанные, вообще не понимают, что им движет, вот, какие там боги, получается, что беспутного человека, вот эти боги, они захватывают, и то один потащит в свою сторону, то другой потащит, и нет дхармы тогда, нет этого какого-то пути, соединенности с ним, понимания, что я движусь вот в определенную сторону, все-таки, человек пути, это тот, кто осознает, да, что-то его позвало, в любом случае, это как бы не он выбирал, скорее всего, ну, в смысле, что-то вот личность, но он откликнулся, вот позвал, и он откликнулся, и эта встреча с ценностями как-то произошла, или происходит, и он старается делать это сознательнее. Тогда мы можем действительно как-то сознательнее взращивать путь, сознательнее взращивать его путь как стиль жизни определенный. И тогда действительно пробуждение, пробужденность, это не точка достижения, цель, а это путь сам, то, что мы делаем собой, то, что мы воплощаем как стиль жизни, пробужденность. Насколько могу, ну, вот сейчас, что это просто ценное, я делаю, я воплощаю Дхарму, я воплощаю Будду, я воплощаю Санку. Вот, ну, в принципе, это, наверное, все, вот на сегодня я уже как бы эту тему, считаю, исчерпал, сказал все, что мог на эту тему сказать. Ну, пока у нас есть еще какое-то немножко времени, может быть, у вас на это есть отклики. Хочет сказать что-нибудь для вас это отражается в вашем понимании. Да, Владимир, скажите, пожалуйста. Да, приветствую. Доброе утро, доброе день, доброе, время. Меня слышно, кстати? Да. Ну, вот для меня три прибежища, принятие прибежища, которое я делаю каждый день, а иногда два раза в день, когда я собираюсь исследовать, я обычно вспоминаю, Будду Трам, десант, это вот такое, как полоколосознанность, как пометование о том, что надо проснуться. и это очень важно. Для меня это важная часть практики. Я благодарен вам, что вы стали вводить эту практику, практику самчая, потому что мне кажется, что это очень важный, очень важный элемент Путина. и пометование у прибежища, у прибежища, это не просто, ну, для меня это не пустая ритуальная фраза, да, это действительно то, что соединяет условно у меня с тем, что превыше всего Будды, 100 годы и Будды. Это пометование о вечном доме, ну, фигуральная фраза. Это, это действительно для меня действует как вопрос, что это, как мгновенное пробуждение, хотя потом все ходит, да, и я чувствую себя действительно настройщине. Я чувствую опору в настоящую подвиги. Очень важно. Вот. Почему-то мне вспомнился, как ни странно, роман Стругацких «Улитка на склоне», где Кандид все время пытался проснуться, уйти домой. Вот. Смотря на то, что он жил в неком странном мире, знаете ли, кто-то из вас, кто-нибудь у вас Валерий читал этот роман, там Кандид персонаж романа жил в таком фантастическом мире, где ходили деревья, где что-то происходило но он все время хотел оттуда уйти. Каждое утро он просыпался с одной мыслью, что пора бы уходить. Ну, постепенно обыденные дела это впечатление стирали. Правда, тот мир, в который он хотел уйти, мир управления, тоже оказался таким иллюзорным. Но это не важно. Так вот, для меня пометование «Три прибегающие» это тоже такое ритмирование, что надо выходить из жизни. А то, что касается ритуала, то Конфуций говорил, что ритуал без истинности он пуст. Какой бы ритуал ни предпринял, то структура ритуала очень важна, но любой ритуал без наполнения сердца мы можем принимать прибежище, можем делать если мы это не будем делать с им сердцем, то это наверное все. Спасибо. Спасибо, Алина. Адите, скажите, пожалуйста. Доброе утро. Спасибо за практику. У меня такая интересная ситуация как раз про outside inside и про сангу. Потому что та санга, которая в моей постели, из которой я живу, Саньясин Ручан, он сильно не любит Верь Яскина, потому что утро это самое оптимальное время для Ручана, и да, а утром же медитация, которая мне интересна, и вот эта личная дискуссия, как все впихнуть, впихнуть невпихуемое в одно утро, и йогу, и медитацию, и кофе, и обнимашки, и игру на пианино, и все подряд. И вот он чувствует себя очень одиноко, когда я сижу и медитирую, и потом еще разговор, и я уже сказала, окей, окей, те дни, которые дома, я не буду медитировать, но потом, после ретрита с мастером, я абсолютно забыла, что я заговорила, и тут еще зеркало, а зеркало я же не могла пропустить, потому что я никогда не медитировала с зеркалом, вот, поэтому сейчас у нас второй виток дискуссии, и ну это очень интересно, да, как интересы двух санг пересекаются, или я даже не знаю, как это объяснить, я сама это не совсем понимаю, но конечно же очень большую роль играет языковой барьер, и то, что я уверена, что ему бы понравилось, но русского вообще нет, вот, поэтому это мой урок на сегодняшний момент, на сегодняшний день, про разделенность, и про, да, этого уже было очень много в моей жизни, разделять уже совсем ничего не хочется, хочется объединять, вот, у меня как-то внутри теперь все про объединение, и все про то, что осознавать, видеть вот эти все барьеры, которые выстраивают не могу, которых в принципе нет, если посмотреть с другой стороны, и да, вот сейчас, именно сейчас я этим занимаюсь, поэтому я не знаю, в какие дни я буду приходить, в какие я не буду приходить, но, ну, как есть, все, что вы говорите, я полностью согласна, про ритуалы, про осознанность, про сердце, но вот мой мастер, он очень про сердце, он очень про девуш, 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 лав, бхакти, йога, если это так можно назвать, в дзене другой путь, но самое интересное, что они заканчиваются в одном и том же месте, насколько я понимаю, то есть они совсем с разных сторон, но туда же, вот абсолютно в ту же самую точку, или в отсутствие точки, и да, для меня все больше осознанность становится, осознанность, она становится какой-то очень теплой, очень сердечной, хотя мастер иногда говорит, что буддисты, они могут быть такими черствыми, они могут быть такими not juicy, но опять же, мне кажется, это только какой-то этап, и мне кажется, что я тоже там была, пока я не встретила мастер. Вот. Спасибо большое. Спасибо, Дитя. Ну, я вам желаю найти компромисс, прийти к нему с вашим другом, и, может быть, действительно, как-то распределять это время. В общем, это какой-то вопрос, мне кажется, все-таки договор и учитывание интересов друг друга. Ну, а насчет сердца, знаете, те учителя, у которых я учился, ну, это, собственно, тоже в традиции, это от аддогена идет, собственно, это само выражение, но я просто на английском знаю, как это, сидеть full heartedly, то есть, как бы, сидеть всем сердцем. Здесь просто, опять же, под сердцем можем разное понимать, если там путь пхакти, он действительно больше наполнен чувствами, эмоциями, там, он заряжен, как бы, да, так любовью, вот, как самим чувством таким. А, как бы, но сердце же еще и содержит вот как раз те самые ценности, мы же об этом так тоже говорить метафорически. Сердце как, центр сердца как, вот это не обязательно только про сами эмоции, тебе очень сложно это все отделять одно от другого и, наверное, ни к чему, вот, просто здесь как бы самовключенность вот это, и когда мы отдаемся чему-то всем сердцем, я думаю, что там это выражение, оно может быть так понятно, как на уровне, там, метафора, на уровне просто звучания своего. Вот, так что здесь, как бы, я тоже не вижу противоречия, то, что там может быть меньше у нас в дзянском пути эмоциональности, как вот, любви именно, там, больше какого-то спокойствия, равновешенности, это действительно такая основа. Но то, что буддисты могут быть всякими, ну, это понятно, что и маньяка может быть буддист. Ну, то есть, это, как бы, сам, все-таки есть действительно еще и характер человека, и даже если он так как-то практикует, практикует усердно, так сказать, и полностью отдается этому, это неизбежно на него влияет, но все равно его характер, как его какая-то основа характера все равно остается, проявляется через это. Мы не становимся всякими-то очень одинаковыми в этом. Так что здесь можем увидеть действительно очень разных, даже если там посмотреть на известных учителей, какие они все разные, как вот очень по-разному этот путь проявляется через них. И мне кажется, это хорошо, какая-то уникальность как раз из каждой из нас проявляется. Спасибо. Оля, Саша, хотите сказать? Доброе утро всем. Очень приятно всех видеть, слышать. Да, я тоже хотела сказать вот на эту тему о разных санхах. Да, вот у меня, у нас с Сашей такое наблюдается, да, такая, что мы иногда пропадаем на несколько дней, например. И особенно после этого очень хочется вернуться и так радостно всех видеть. Несомненно, здесь есть большая ценность нашей санхи. Но есть ценность, да, и для нас вот есть другая ценность, это, конечно, семья. И ну вот последние дни нас не было, к нам приезжали дети с внучкой и приезжали родители со стороны мужа нашей дочери, у нас была такая большая санха своя и никак не получалось приходить, потому что внучка, она уже встает в 6 утра или даже в 5.30 и, конечно, все внимание там абсолютно и уже никакой медитации, конечно, не получится, и это всего несколько дней и мы как бы туда полностью уходим. И интересно, да, это совершенно другая санха, там совершенно другие отношения, другие фокусы внимания, все. И здесь санха и тоже совершенно другое сообщество с другими интересами, может быть, я уверена, что общечеловеческие ценности, они такие же основные, да, ну, может быть, буддизм для них не представляет ценности или вообще как бы находятся вне интересов. Ну, да, то есть действительно вот как сочетать, то есть вот у нас не получается тоже сочетать вместе, получается либо так, либо так, по очереди, по очереди, но тем не менее это огромная-огромная ценность, Будда, Дхарма и Санха, конечно, это большая ценность и то, что мы здесь собираемся и об этом говорим. И Владимиру еще раз большое спасибо, Владимир, вот за этот даже момент, вот за такую фразу, что само памятование обудит Харма и Санха может быть таким уже таким сигналом, таким гонгом само по себе, да, к чему-то. Да, всем большое спасибо. Спасибо, тем более. Мне кажется, вы же как говорите, не получается соединять, так вот вы и соединяете вот так, маятникообразно, то есть сейчас сюда, сейчас сюда, ну как бы никуда же у нас это, я здесь болтаю об одном и том же сто раз уже, миллион раз уже все это было сказано, медитируемое, одинаково, так что есть это пространство, просто куда можно вернуться и ну вот что поразительно, что да, миллион раз об одном и том же, но каждый раз вот что-то зацепляется, да, что-то остается, что-то подсвечивается не так, кто-то сказал, кто-то задал вопрос, Валера был в другом настроении, как-то так по-другому сформулировал, и вот оно все равно очень ценно, потом повторение мать-учение, все постепенно укладывается, отец-учение, да, Валера, спасибо, хорошо, ну что, давайте я прочитаю, что мы сегодня написали, и на этом сегодняшнее учение завершим, Мизиона написал, постепенно день за днем спадают одеяния прошлого, мысли, чувства, убеждения, состояние, сознание, и меняется жизнь, какие перемены ждут меня, все неопределено, и так пространственно, свободно, благодарю за прекрасные условия для перерождения я, я написал, медленно-медленно лицо проясняется сквозь мутность вчерашней усталости, медленно-медленно ростки свежего дня, сквозь глаза прорастают. Алексей, сегодня провожу я промежуточный итог, костюм Адама мне, в общем-то, к лицу пошит по моде, по породе, впору, а нигде не давит и не жмет, по швам пока что не трещит, местами лишь немножечко морщит, и да, вопрос, что это, из неприкрытого одежды и живота звучит конкретно из пупка, Адите, смотрю в глаза, в какой-то момент что-то расширяется или исчезает, и как будто в этих глазах есть все, и фьорд, и небо, и птицы, облака, и солнце, потом возникает мысль, и есть только она, потом и мысль становится частью всего, и она такая маленькая, мой ум, мой ум с его мыслями вводит меня от здесь и сейчас, или возвращается, Александра, мирно сидела сегодня обычное сонное утро, и вдруг солнце во мне отразилось, Зиона, Валерий, приезжай в Грузию, устроим 70-дневный ретрит с многочасовыми медитациями, я с удовольствием, Зиона, здесь же важна организация, если там народ соберется, то я приеду, Зиона, любовь, это и есть проявление осуществления единого сознания, которое достигается в медитациях, если я осознаю единую природу всех и всего, тогда в моем сердце естественно и спонтанно возникает любовь ко всем и всему, Наталья, нарисовала вчера карандашом свое лицо перед зеркалом, вообще не похоже, потом покажу вам, хорошо, окей, что можем открыть окошки, спасибо, до встречи, сегодня, идем дальше, слева, сего доброго.